Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Владимир Мухин, я студент третьего курса Института международных отношений Казанского федерального университета. Сегодня мы поговорим с вами о положении Казанского общества трезвости в структуре российского общества второй половины 19 века. Первая проблема, с которой мы сталкиваемся на определении российского общества, что это из себя представляет, это проблема хронологических рамок. Дело в том, что ряд исследователей полагают, что формирование российского общества произошло еще при Екатерине Великой, а процесс этот заложил еще Петр Великий. Но на самом деле мне ближе всего определение Кирилла Андреевича Соловьева, который полагает, что общество в Российской империи стало формироваться во второй половине 19 века. Важнейшим институтом на этом пути, по мнению Соловьева, стал Институт земств, созданный после земской реформы 1864 года. На самом деле, следующей проблемой, с которой мы здесь сталкиваемся, это проблема понятийных границ. Что же такое общество? Определения этому слова мы можем найти немало и в словарях, и в опытных историков. Но тот же Кирилл Андреевич Соловьев дает определение, самое поверхностное, но и самое простое в ту же очередь. Это, в общем, самая активная, меньшая часть населения. Общество формировалось неоднородно. На этом пути выступало несколько институтов, которые мы в этом помогали. В первую очередь, это институт литературы, культура. Наши писатели, публицисты великие 19 века, они становились выразителями интересов различных социальных групп, целых масс населения. Еще в начале 19 века полемика славянофилов и западников предопределила пути развития российского общества. Но тогда это было сугубо дворянское, сословное представительство, собрание по интересам. Уже во второй половине 19 века сюда увлекаются представители от мещанства и даже от крестьянского сословия. Нам кажется, вполне можно полагать, что общественные организации также являются институтом формирования российского общества и играют немаловажную роль. Что можно сказать в этой связи? Общественная организация, в первую очередь, это собрание по интересам и собрание близких по духу людям, населению, интеллигентов. Сразу же мы вторгаемся в очередную понятийную коллизию. Дело в том, что процессы нации строительства, становления российской интеллигенции и российского общества проистекали параллельно. Отсюда историки до конца не могут понять, что же такое собственное общество, что же такое интеллигенция и какую роль в этом играют общественные организации. Одной из крупнейших общественных организаций в Казанской губернии во второй половине 19 века были Казанское общество трезвости и общество трезвости уезда в Казанской губернии. Из истории общества трезвости можно сказать, что явление это разородилась еще в середине 19 века, вызвано было повышением цен на вино. Вином называли в 19 веке всю алкогольную продукцию. И вот крестьяне, которые потеряли возможность покупать алкоголь, они стали объединяться в такие низовые братства трезвости. Они стали организовываться на началах равноправия в эти сообщества и противостоять откупщикам, перестали употреблять алкоголь и вели, в общем, такой праведный образ жизни. С какой-то степени можно сказать, что это был своеобразный диалог между низами и верхами в Российской империи. Власть пыталась выстраивать этот диалог и уже в 60-х годах, в начале 60-х годов, винные откупа были отменены. Историки посчитали, что эта мера не сыграла своей роли и цены на вино продолжали расти. Поэтому уже в 90-х годах, на самом деле еще в 50-х, в конце 50-х годов первое общество трезвости возникает в городе Ковно. В чем же отличие общества трезвости от братств трезвости? Братства трезвости не обладали никакой формальной структурой, не несли, в общем, никаких обязанностей друг перед другом. На этом пути можно сказать, что общество трезвости это, безусловно, уже формализированная структура, фактически напоминающая, ну, что-то вроде партии, как бы мы сейчас сказали. Они платят взносы, они дают определенного рода обеты, да, клятвы. Но самое главное из них, конечно, это клятва не употреблять вина. За употребление алкоголя из общества трезвости в приказном порядке шло исключение. Интересной особенностью представляется и то, что во второй половине 19 века общества трезвости уже были представлены в основном городским населением, мещанством. Если в середине, да, 19 века это начиналось как крестьянское общество, самые-самые низы, самые низшие слои сословия, слои российского общества в широком смысле, то уже в конце 19 века это образованное городское население. Но если верить статистике, если верить заявлениям, подаваемым в Казанское общество трезвости, о принятии в Казанское общество трезвости, это порядка 35-40%. Порядка 20% крестьяне. На следующей стадии идут чиновники и уже затем дворяне. И разночинцы, конечно, играли здесь огромную роль. Что можно сказать об Казанском обществе трезвости? Оно возникает в 1892 году при посредничестве Александра Титовича Соловьева, известного в губернии редактора, издателя, публициста и борца за трезвость. Вообще личность Александра Титовича Соловьева, она многогранна. О ней можно записывать вполне спокойно отдельную лекцию. О ней, кстати говоря, много написано казанскими историками, в частности Игорем Евгеньевичем Алексеевым. Александр Титович Соловьев был человеком из среды профессорской интеллигенции. И поэтому он, состоя во множестве других общественных организаций, в частности в Казанском экономическом обществе, Казанское императорское экономическое общество, в обществе вспоможения учителям. Это тоже очень интересная структура. С одной стороны, достаточно аморфная, неопределенная. С другой стороны, в какой-то степени низовое общество учителей сельских, уездных и городских, города Казани в том числе. Учителя собирались, кооперировались между собой и, в общем, помогали друг другу в самых сложных ситуациях, начиная от бытовых, личных, заканчивая какими-то производственными общественными делами. И вот этот всплеск подъема общественных организаций, создания союзов, ассоциаций, это и характеризует, в общем, становление российского общества во второй половине XIX века. Казань не была здесь исключением. Интересным представляется лишь то, что из Казанского общества трезвости в последующем вырастет первая черносотенная организация в Казанской губернии. Первая, в общем, самая крупная, но не сказать единственная. Интерес здесь заключается и в том, что, например, в других губерниях Российской империи тематика трезвости, трезвенничества и черносотинства, в общем и целом, взаимодействует не так активно, как в Казанской губернии. Но, например, можно сказать, что в Астраханской губернии, сам я родом из Астрахани, поэтому изучал эту тему, смотрел документы, Астраханская народная монархическая партия, тоже черносотная партия, единственная в губернии, самая крупная и, в общем, достаточно авторитетная на общероссийском пространстве политическом, она выросла не из общества трезвости и вообще обстоятельства трезвеннического движения, становления его в Астраханской губернии, они не так ярко выражены, как в Казанской. В этом и кроется, скажем так, основной интерес к изучению этой темы. Как же связаны между собой трезвости черносотинства? Выдающийся, я бы сказал, казанский историк Игорь Евгеньевич Алексеев, который начинал эту тематику изучения черносотенных объединений в 90-х годах в Казанской губернии, тут, наверное, стоит пару фраз сказать о том, что состояние изучения черносотенных союзов в Советском Союзе было достаточно плачевным, поскольку черносотенцы сразу же были заклимлены агентами реакции, сторонниками империализма, царской власти и поэтому не изучались отдельно. Только в 70-х годах появляются работы по политическим партиям начала 20-го века, в которых рассматривается в том числе и черносотенная партия. До этого, в принципе, о них либо умалчивают, либо говорят самые-самые неприятные вещи. Но сейчас историкам совершенно очевидно, что черносотенная организация – это один из альтернативных путей развития России в ее политическом, социальном отношениях, который тоже мог победить. Это определенный проект, который был представлен, который был поддержан населением, стоит отметить, но в итоге проиграл более активной части общества. Так вот, Игорь Евгеньевич Алексеев отмечает, что с самого начала возникновения Казанского общества трезвости, оно фактически предопределилось как черносотенное движение. Интересный взгляд на эту проблему, который, в общем, до сих пор не доказан. Где вот эта граница между трезвенческим движением, восприятием людей как, восприятием населения России, как трезвых, здоровых людей и идеей о том, что необходимо поддерживать царский режим, монархическую власть. Вот это до сих пор остается проблемным полем для исследователей, которые, безусловно, необходимо заполнить. Трезвенческие движения выступили своеобразным альтернативным путем развития национального строительства русской нации, в первую очередь русской нации. Почему? Если мы говорим о начале XIX века, то было, безусловно, понятно для всех, что русские люди — это люди, которые верят в Иисуса Христа, являются православными христианами. Это важно, да, православными христианами. Уже во второй половине XIX века это можно утверждать не столь однозначно. Разворачиваются процессы, которые инкорпорируют в среду русской нации, русских людей, в том числе старообрядцев, в том числе католиков. Ряд консервативных издателей, например, Михаил Никифорович Котков, предлагали и белорусов, католиков тоже считать, например, частью великой русской, единой русской нации. И, конечно, малороссийцы, украинцы, русины, как их тогда называли. Жители, в общем, центральной и юго-восточной России, и юго-западной России, и северо-западной России. Территория современной Белоруссии, Украины, Молдавской республики. Все они были, безусловно, включены в это определение единой русской нации. Во второй половине XIX века также разворачиваются процессы, которые, в общем, носят явный антимонархический характер. Если до этого платформа русского национализма выстраивалась на базе поддержки монархической власти, русский это тот, грубо говоря, кто поддерживает монарха, во всем готов ему следовать, то уже народнические движения, движения революционеров, они, в общем, не так однозначно позволяют трактовать, кто же такие русские, всегда ли они поддерживают царя. Вот они русские, вот они революционеры. Что вы скажете, наши уважаемые консервативные издатели, по этому поводу. Поэтому мне безинтересно представляется точка зрения, согласно которой трезвенческие движения тоже могут быть фундаментом, плацдармом для выстраивания национальной идентичности русских. Русские это те, кто не пьют, здоровая нация. И на самом деле это небезосновательно. Если обратиться к тексту источников, к архивным материалам Астраханского областного архива, то можно найти интересное замечание Нестора Николаевича Тихановича Савицкого, председателя Астраханской народной монархической партии, который в 1915 году утверждал, с вашего позволения процитирую, Государь, не забываем, что на дворе Первая мировая война, 1915 год, она только-только началась, в самом разгаре, можно сказать. И вот Нестор Николаевич призывает Николая II не отменять сухой закон, принятый на время войны. И он пишет, «Государь, сотрись с лица земли Австрию, объединив славян и предоставив свободу ее национальностям. Возьми под свою пяту злобную немеччину, водрузи крест на Святой Софии и в русском Цареграде, и заверши все это величайшим. Создай трезвую, а значит богатую, неизмеримо мощную, великую духом Россию, которая даст всему миру мир». Но помимо известных проектов наших консервативных деятелей относительно взятия Цареграда, захвата нынешнего Стамбула, бывшего Константинополя, поскольку он является купелью православной византийской цивилизации по мыслю консерваторов, здесь мы видим явный реверанс в сторону трезвенческого движения. Хотя, как я сказал, в Астраханской губернии это было не так явно выражено. Там черносотенцы были, в общем, только монархистами. Они не пропагандировали здорового образа жизни. Но вот этот означенный проект всеподданнейшего ходатайства, который был опубликован в 1915 году на суд черносотенцев, он, в общем, призывал к тому, чтобы не отменять сухой закон. Нестор Николаевич приводит ряд аргументов. Он говорит, вот царь хорошо живется, уже первый год, да? Рабочие дома не пьют после работы, дети счастливы, работа спорится, все замечательно. И ты, молодой государь, пишет он, ты сам увидишь плоды рук своих. Ты создашь трезвую, богатую духом, мощную, здоровую нацию людей, которая в будущем будет страшиться весь мир. И ни одна Германия, как он пишет, сотни Германий нам будут не страшны. Тоже интересная точка зрения, согласно которой русские это уже трезвые люди. Трезвые люди это русские люди. В целом эти моменты мы фиксируем по источникам. Что касается деятельности Казанского общества трезвости, как политической организации, такой общественно-политической, можно сказать. Конечно, она создавала свое отделение по разным уездам Казанской губернии. Здесь, на этом пути, встречается немало интересных моментов. Например, в число членов Казанского общества трезвости изъявило желание присоединиться, войти в число членов Казанского общества трезвости купец из Фридрихсгама. Это вообще Финляндия. Почему он изъявил такое желание, до сих пор остается вопросом. Но, наверное, это уже невозможно никак установить. Мы можем сказать, что не только с территории Казанской губернии, но и с территории других городов в Казанское общество трезвости приходили люди. Значит, они видели здесь ту самую платформу, на которой можно высказываться, на которой можно помочь людям справиться с их недугом, как они полагали. Они считали алкоголизм заболеванием и считали, что этому можно противостоять, можно помогать людям, которые оказались в такой ситуации. И видели, что Казанское общество трезвости – это крупная организация, у которой есть ресурс, возможность влиять на власть, влиять на население и осуществлять все эти проекты, о которых было заявлено. Не без интересного здесь представляется и, как я уже сказал, вопрос Читалин. Россия во второй половине XIX века – литературацентричная страна. Ее выдающиеся мыслители, писатели, их мы можем перечислить, они уже постепенно начинают размываться в среде литературного процесса. То есть у нас выделяются писатели не только высшего разряда, если можно так классифицировать, но и писатели менее знаменитые, менее известные. И, конечно, писатели не такие известные, не такие знаменитые, как и эти второразрядные. Но в общем и целом создается такой своеобразный олимп российской литературы. Мы пока касаемся исключительно художественной литературы. Это качественно отличает Россию от первой половины XIX века, когда, в общем, истории русской литературы изучаются по именам конкретных писателей, прозаиков. Все-таки история литературы России второй половины XIX века — это эволюция жанра, жанровых особенностей. И на этом пути, конечно, повышается грамотность населения. Все больше людей вовлечены в процесс написания текстов, читания текстов. И вот Казанское общество трезвости, можно сказать, подхватывает эту тенденцию и создает читальню. У Казанского общества трезвости была своя читальня, где люди, в общем, могли спокойно прийти. На балансе Казанского общества было огромное количество книг, там свыше тысячи наименований числятся в источниках. Но есть одна, конечно, загвоздка. Казанский губернатор в 1893 году писал председателю Казанского общества трезвости о том, является ли эта библиотека общедоступной для пользователей. Могут ли в нее прийти, ну, в общем, кто угодно, да, все желающие читать. И вот Александр Титович Соловьев в ответном письме говорит о том, что нет, читальня Казанского общества трезвости предназначена только для членов Казанского общества трезвости. Шаг этот весьма показателен. Мы можем говорить о том, что Казанское общество трезвости пыталось создать своеобразную корпорацию со своими нормами, общественными, политическими воззрениями, в которую могут входить далеко не все. Но те, кто может входить, те пользуются всеми ее плодами. Но помимо такой социально значимой работы, Казанское общество трезвости начинает в своих доктринальных документах продвигать идею о том, что, и здесь стоит отдельно остановиться, в декабре 1892 года, прошу прощения, правление Казанского общества трезвости поручает одному из своих членов, Владимиру Ивановичу Батурину, чиновнику, написать проект инструкций и установлений для создания участковых попечительств. История этого органа тоже интересна в структуре Казанского общества трезвости, но, наверное, не может быть изучена до конца, поскольку, стоит оговориться сразу, этот проект не был принят. Почему? Это отдельно очень интересная история. Владимир Иванович создал, по сути, не только проект инструкций, он создал проект нового устава Казанского общества трезвости. Он дополнял его более чем, наверное, в две трети раз. Расширяет его, добавляет туда не только часть про участковые попечительства, но и некоторые другие моменты. Например, Владимир Иванович Батурин полагал, что Казанское общество трезвости должно быть ответственно за тех людей, которые будут находить в нетрезвом виде. Оно должно полностью сопровождать их на этапе судопроизводства, добывать доказательства для следственных органов, в общем, помогать государству в введении дел, касающихся людей, застанутых в нетрезвом виде на месте происшествия. И здесь стоит отдельно остановиться на восприятии Владимира Ивановича Батурином, чиновником, членом Казанского общества трезвости, задача Казанского общества трезвости. Подчеркиваю, это чиновник, человек чиновничьего сословия. Задача всякой инструкции, пишет он в проекте инструкций, информировать известную деятельность в том направлении, какое всего ближе и вернее ведет к намеченной цели. И так как сфера деятельности участковых попечителей и вообще всех членов Казанского общества трезвости близко касается функций правительственной власти, предлагает ей свое содействие и задается целями общественного благоустройства, инструкция, следовательно, необходима. Чем нам интересен этот фрагмент источника? Владимир Иванович Батурин напрямую заявляет о том, что общественная организация, нерегулируемая со стороны государства Казанского общества трезвости, касается функций правительственной власти. Этот посыл в последующем никак не раскрывается, не поясняется, не дается никаких деталей по этому поводу, что дает возможность историкам толковать это, в общем, как им хочется. Другим немаловажным моментом является то, что, как я уже сказал на этапе судопроизводства, участковые попечители, члены Казанского общества трезвости должны были сопровождать людей, совершивших преступления в нетрезвом виде. И, в общем, Владимир Иванович перечисляет все те категории людей, которые должны оставаться под наблюдением, под опекой, и которым должна быть оказана помощь. То есть Казанское общество трезвости брало на себя обязанности оказывать помощь пострадавшим от рук алкоголиков. Это тоже крайне интересный момент. Особенному же вниманию участковых попечителей должны подлежать, первое, сироты, состоящие под опеку, второе, отдельные предприниматели, эксплуатирующие детский труд, как то, аккорабаты, странствующие музыканты, содержатели певческих хоров, третье, дети, закабавляемые нищими, четвертое, дети при родителях или родственниках, жестоко обращающихся с ними, пятое, дети, лишенные какого-либо пристанища и беспризорные, шестое, одним словом, все заведения, фабричные, промышленные, торговые и ремесленные, частные ночлежные дома, постоялые дворы, артельные квартиры, дома терпимости, трактиры, кабаки, партерные и винные лавки и другие заведения, где сходятся и живут лица, предающиеся пьянству. Но из шестой категории нам понятно, что в общем и целом это касается только людей, которые алкоголики, страдают алкоголизмом. Но мы видим из предшествующих пунктов, что Владимир Иванович хотел взять под опеку и людей, не связанных ни с реализацией алкогольной продукции, ни с ее потреблением. То есть это такая попытка расширить полномочия Казанского общества трезвости в тех сферах, которые его не касаются. Крайне любопытный момент. Проект инструкций, дополнение к уставу, в конечном итоге не были приняты. И Владимир Ивановичу Батурину даже пришлось уйти из Казанского общества трезвости. Конечно, по источникам затруднительно проследить, что конкретно там произошло. Но есть версия, что Владимир Иванович взял несколько больше на себя, чем ему полагалось. То есть из простого проекта инструкции он создал целый устав. И поэтому уставу полагалось дать Казанскому обществу тех полномочий, которых у него быть не должно. Что же такое устав? Тоже крайне интересная и любопытная вещь. Как я уже оговорился, юридически со стороны государства деятельность общественных организаций вплоть до начала XX века никак не регулировалась. И поэтому единственным способом определить, установить предел деятельности общественных организаций, любых, не только общества трезвости, это устав. Устав принимался, собственно, членами, правлением обществ и утверждался губернатором. Крайне любопытное замечание здесь вносит Анастасия Геннадьевна Быкова, исследовательница трезвенческого движения. Она говорит о том, что уставы не всегда находились в печатном виде и не всегда вообще были уставы. Например, деятельность общества могла регулироваться исключительно прошением на имя губернатора, которое утверждалось, и все. И это обстоятельство было основанием для деятельности, ну, в частности, общества трезвости в некоторых других губерниях. В Казанском обществе трезвости был свой устав, он был принят в 1892 году. Крайне любопытная вещь, поскольку там, помимо прочего, содержатся ценные сведения по членам общества трезвости на момент создания организации. Кто же входил? И уже там мы отчетливо обнаруживаем, что это представители городского населения, как я говорил раньше. Что же такое устав? Какие они бывают? Крайне любопытная вещь. Можно сказать о том, что уставы всех обществ трезвости Российской империи делились на два вида, как и сами общества трезвости. Они могли быть либо создаваемыми при церковных организациях, при церковных приходах, либо быть светскими. С чем это связано? В 1889 году Святейший Синод выносит постановление, в котором говорит о том, что реализация алкогольной продукции в масштабах Российской империи достигла, наверное, своего пика за последние десятилетия. И поэтому необходимо постолкнуть не только власть, не только правительственные организации, но и церковные приходы, общество трезвости, братство трезвости, они там тоже фигурируют, к активной просветительской созидательной деятельности для того, чтобы пресечь потребление алкоголя. В общем, после этого и создается ряд церковных обществ трезвости. И самое интересное для нас, казанцев, наверное, представляет село Павлово Нижегородской губернии, Горбатовского уезда Нижегородской губернии, поскольку устав этого общества, как ни странно, хранится в фондах Государственного архива Республики Татарстан. И при сопоставлении двух этих уставов мы, конечно, видим подчеркнуто церковную риторику в уставе Павловского общества, оно создавалось при церковном приходе, при сельской церкви, и подчеркнуто светский характер казанского общества трезвости. Ну так, например, Павловское общество трезвости носит имя Сергия Радонежского. Всем вступившим в общество после, ну как бы, обряды инициации, после вступления вручаются иконы Сергия Радонежского. И вообще, риторически там можно проследить, что пьянство называется не злом, не вредом, не преступлением, а грехом. И вот как раз таки с грехом пьянства призвано бороться церковное Павловское общество. В казанском обществе трезвости все совершенно не так, таких слов мы там не найдем. И, конечно, в первую очередь, казанское общество трезвости руководствуется в своей деятельности принципом целесообразности, необходимости пресечь повальное пьянство, которым во второй половине XIX века занимались в общем все сословия. Но наиболее активно крестьяне и мещане. И вот из их среды, как ни странно, и выходят первые члены общества трезвости. Дворян там минимальное количество, есть представители от военного сословия, от чиновничества. Но большинство составляют как раз таки мещане и крестьяне. Чем они занимались? В первую очередь, они организовывали ряд просветительских акций. Опять-таки, казанское общество трезвости тут же начало захватывать, если можно так выразиться, институт народных читалин, которые были утверждены во второй половине XIX века в Санкт-Петербурге. И ставили своей целью дойти до каждого села, образовывать крестьян, читать литературу вслух, присутствие учителей сельских или сельских священников. И вот они были призваны трактовать различные художественные произведения с каким-то определенным моральным подтекстом для крестьян и рабочих, как ни странно. И вот казанское общество трезвости, например, в Лаишевском уезде активно занималось этой деятельностью. К 96-му году, ближе к 96-му году, они создают там народную читальню, которая находится на их балансе, и организовывают, присылают из Казани учителей и священников, организовывают на месте, из числа сельских учителей и священников, организовывают народные читальни. Какая литература там читалась? Ну, достаточно логичная, с одной стороны, логичен выбор, подбор этих произведений, с другой стороны, нам можно только дивиться. Список книг, которые должны были присылаться в народные читальные в уезды, регулировался Санкт-Петербургом, столицей, столичным управлением, инспекцией по народным чтениям. И этот список был строго ограничен. Туда не допускались произведения, не входящие в этот список, не удовлетворяющие каким-то критериям. Ну, конечно, первый критерий — это воспитание в духе христианского учения. Второй критерий — это воспитание в духе монархического склада, воспитание из крестьян, лояльных Российской империи и царскому режиму подданных. Но все-таки пока еще не граждане, это важно. Например, в фондах Государственного архива Республики Татарстан хранится документ, письмо директору Народных училищ Казанской губернии, в котором из Лаишевского уезда директор Народных училищ Лаишевского уезда задает вопрос, можно ли нам читать Гоголя, Николая Васильевича Гоголя, его пьесы, можно ли их ставить, можно ли их разыгрывать. Пьесы там самые, что ни на есть, простые, не соотносящиеся никак с критикой строя, с критикой самодержавия, с критикой христианства. Например, пьеса «Майская ночь», «Вечера на хуторе близ Диканьки». И директор Народных училищ, ссылаясь на циркуляр попечителю Одесского учебного округа, говорит о том, что нет, Гоголя нам читать нельзя. Это крайне интересная и любопытная деталь, поскольку, скорее всего, Гоголь был запрещен, а точнее не был допущен, поскольку просто-напросто не числился в списках дирекции Народных читален в Санкт-Петербурге. Посему все, что не входит в этот список, оно объявляется нелегальным и к чтениям не подлежит. Итак, какое же место занимает Казанское общество трезвости и идеология трезвенчества в поиске национальной идентичности? Мы уже оговорились о том, что русскими, в общем и целом, утрируя, русскими считались те, кто исповедовал православное христианство и те, кто выражал лояльность монархии, царскому режиму. Алексей Ильич Миллер в монографии «Национализм в империи Романовых» подчеркивает, что ограничение, определение территорий, как этнических, так и территориальных рамок русскости, это, в общем, проблемное поле для исследователей. И нельзя с точностью сказать, где начинается и где кончается русский человек в XIX веке. Конечно, трезвенческое движение предлагало свой ответ на этот вызов времени, который потом снова вырастет в идею о православии. Я уже говорил о том, что Казанское общество трезвости станет плацдармом для становления черносотиной партии в Казанской губернии. Но Казанского общества трезвости не было здесь. Вообще, трезвенческий дискурс был здесь не единственным. Например, в середине XIX века в Чехии возникает гимнастическое общество. В России во второй половине XIX века также возникает русское гимнастическое общество, позднее названное русским гимнастическим обществом «Сокол». И, в общем, это крайне любопытное явление в общественной жизни Российской империи того периода. Соколы занимались тем, что поддерживали себя в хорошей физической форме, занимались спортом на улицах, публично. И этим доказывали, что они часть русской нации. Как ни странно это будет. Они занимались спортом и говорили о том, что настоящий русский человек должен быть а. монархистом, б. качком, как бы мы сегодня сказали. На самом деле феномен этого общественного движения до сих пор не исследован. И непонятно, откуда оно возникло и с чем связано. Что касается Казанского общества трезвости. Постепенно в 1992-1993 годах разворачивается дискуссия о том, что было бы неплохо взять опеку над лечебницами и приютами. Одна из фотографий лечебницы Казанского общества трезвости, принадлежащая ему, изображена на слайде. Мы можем к ней обратиться. Она находилась на улице Подлужной. Это практически центр Казани, центр города. И, конечно, Казанское общество трезвости в этой связи хотело забрать уже большее количество каких-то социальных институтов, внедрить их в свою структуру и осуществлять над ними надзор и контроль. Ну, резонно можно предположить, что социальные институты были только началом для последующего наступления в политическую плоскость. Здесь нам снова необходимо пояснить, что по мнению ряда исследователей, самым главным из которых, наверное, самым ярким, снова выступает Кирилл Андреевич Соловьев. У него есть отдельная интересная работа. Называется она «Политическая система Российской империи в 1881-1905 годах. Проблема законотворчества». И в ней он говорит о том, что, помимо прочего, помимо того, что в Российской империи есть дворянское сословие, есть крестьянское, как нам всем известно, есть царь, в Российской империи совершенно отсутствует публичная политика. Это очень интересное заявление. Мы привыкли изучать еще со школьной скамьи политическую историю Российской империи, и вообще политическую историю России. Чаще всего мы включали в это понятие историю правления династии. Сначала династии Рюриковичей, затем династии Романовых. Историю конкретных правителей их жизни, их деятельности. Так вот, это идеально сходится с тем, что, по мнению современных историков, политики, пространства политического в Российской империи не было. Что они под этим подразумевают? В Российской империи, как и в ряде других империй нового времени, и, естественно, средневековья, и более ранних периодов в истории человечества, единственным человеком, который мог поставить вопрос о развитии, векторах развития страны, о том, куда ей следует идти, о том, какую позицию она будет занимать на международной арене, и вся реформаторская деятельность. Чаще всего все эти процессы связаны с именами конкретных правителей. Таким образом, решение о развитии страны может принимать в стране один человек. А весь этот класс управленцев, чиновников, они призваны решать конкретно практические задачи, которые им поставит царь, монарх. Интересным в этой связи является и то, что первым, наверное, человеком, по мнению Соловьева в том числе, который на этом пути перестал быть простым чиновником, перестал отвечать и следовать своим каким-то узким ведомственным интересам, был Петр Аркадьевич Столыпин, премьер-министр, председатель Совета Министров начала XX века в правительстве Николая II, который, в общем, тоже пытался ставить вопрос о развитии страны, о путях ее развития. Что вообще все это означает? Это означает то, что обсуждать какие бы то ни было политические решения, обсуждать то, куда страна идет и куда она должна пойти, в общем, никто не мог. Но, начиная с либеральных реформ Александра II, можно отметить, что все большее количество людей, общественных деятелей, политических публицистов, начинается политическая журналистика в Российской империи именно после этих реформ, все большее количество людей вовлечено в процесс обсуждения того, что из себя представляет Россия, это раз, и отсюда у нас развитие славянофильских, западнических идей начала XIX века, появление других ответвлений, народничества, почвенничества, утопический социализм Герцена. Все большее количество людей разных сословий, разных профессий, разных политических взглядов, призваны в обсуждение того, что происходит со страной. Возникнет Государственная Дума, которая начнет оспаривать решения императора. Политика окончательно становится публичной, то есть вынесена в публичное пространство. Что это означает? То есть она открыта перед читателем, она открыта перед народом. Любой читающий, грамотный человек может следить за тем, что происходит со страной, и даже в начале XX века, в ходе Первой русской революции и после нее, может оказывать влияние на происходящее в стране своим непосредственным участием. Казанское общество трезвости выбрало другой путь. Оно инкорпорировалось в среду черносотных организаций, вошло в их среду, и не противопоставляло себя императорской власти, императорскому курсу, а в общем и целом следовало ему, оказывало всяческую поддержку. Стоит отметить, что вопрос о формировании самих черносотных организаций тоже остается весьма спорным. Непонятно, откуда они возникли, зачем они были нужны, кто был в числе их представителей. Это были люди малообразованные, неграмотные, или же наоборот, это была интеллигенция, профессорская, преподавательская, дворянская интеллигенция. Все эти вопросы еще ждут своих исследователей и ждут аргументированного доказательства своей позиции. Но абсолютно точно понятно, что сам феномен черносотного движения связан с революционными событиями второй половины XIX века. Черносотные партии возникают как ответ на вызов революционеров. Что это означает? Черносотная партия сама по себе это оксюморон, этого не должно быть. Черносотенцы не считали принцип партийного строительства государством превалирующим. Зачем нужен такой царь, ради которого нужно образовывать партию и идти за него, значит, еще с населением о чем-то спорить? Такой царь, слабый царь, он совершенно не нужен, его нужно сместить и заменить более хорошим. Но, так или иначе, черносотенцы образовывают свою партию со скрипом, с неохотой и вступают в борьбу с революционерами уже на площадях. Интересно в этой связи представляется идеологией программы монархической партии, которая была написана Владимиром Андреевичем Грингмутом в начале XX века, в которой он заявлял о том, что, во-первых, он, конечно, давал развернутый перечень врагов России, революционеров, а, во-вторых, он доходчиво объяснял, чем они отличаются от черносотенцев. Все это сделано в крайне увлекательной форме катехизиса, специализированный жанр христианской литературы, который призван ответить на самые популярные вопросы. Грингмут говорил о том, что революционеры избрали своим методом борьбы с правительством террор, насилие и грабежи, а черносотенцы своим методом защиты монархического строя избрали в первую очередь послушание императору и ответ на те вызовы революционные, которые ставят перед ними эсеры. Первая такая главная угроза второй половины 19-го начала 20-го века для власти — это эсеры. И они, в общем, заявляют о том, что любая борьба, объявленная черносотенцами революционерам, это лишь ответ на те действия, которые делают сами революционеры. Это очень интересная позиция. То есть не только принцип партийного строительства государства и партийного строительства общественной организации, что мешало черносотенцам быть обычной общественной организацией, которая занимается, в общем, устройством народной жизни, да, и таким образом зарабатывать авторитет среди населения. Нет, они ведь создали политическую партию, подобную революционным партиям. Так не только партию, но и методы осуществления реализации деятельности этой партии тоже взяты у революционеров. Крайне любопытная деталь. Там, где нет объективной исторической реальности, нет объективного взгляда на происходившие исторические события, безусловно, выдвигаются две крайности. Первая крайность — это апологетика. И отсюда в начале 90-х годов, вплоть до начала 2000-х годов, у нас превалируют историки, представляющие черносотенные организации, как таких последних рыцарей Российской империи, оплот настоящего русского народа, который вот проиграл в какой-то неравной борьбе с большевиками, численность которых, кстати, была, численность партии которых, кстати говоря, была в несколько десятков раз меньше, чем всех черносотенных партий. Ну, это так, лирическое отступление. Так вот, черносотенцы, они проиграли неравную борьбу большевикам. И вот это-то нас погубило. Другой крайностью здесь является то, что черносотенцы — это, ну, в общем, чума на наши головы, такие протофашистские, прото-нацистские организации. Нацистских и фашистских организаций еще не было в начале XX века, но черносотенцы практически по идеологии, по политической структуре приближены к ним. На мой взгляд, и то, и другое представление, в общем, следует считать ошибочным. И черносотенные организации — это лишь один из вариантов развития русской общественной, русской политической, общественно-политической мысли в начале XX века. Один из вариантов построения государства, который мог победить, но в итоге, в конечном итоге, был нереализован. Ну, по ряду причин, естественных, антропологических, да, здесь можно говорить достаточно долго. На этом, я думаю, нашу сегодняшнюю лекцию мы можем закончить. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, что увидимся с вами снова на других лекциях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова